В храме равноапостольного князя Владимира слышен звон колоколов. Здесь встречают медовый спас. Несмотря на будний день, в церкви немало верующих пришли они в храм рано утром на торжественную службу. По старому стилю медовый спас приходился на 1 августа. Именно тогда в Константинополе активнее всего распространялись эпидемии. Поэтому каждый год в начале последнего летнего месяца крест из домовой церкви императора приносили в городской храм и освящали воду для исцеления болезней. Именно это событие, так называемое изнесение креста, сегодня и вспоминают в церкви. Ну а в народе на медовый спас по обычаю люди идут в храм, освящают воду, мед и сотый спасик в благодарность за новый урожай. Мы, конечно, придерживаемся православных христианских праздников. Стараемся приучать к этому детей наших, потому что это наше будущее. Медовый спас – это еще и первый день Успенского поста. Он продлится две недели, по своим правилам, почти такой же строгий, как и великий. Успенский пост предваряет важные для православных праздники – преображение Господня и Успения Божьей Матери. Кстати, еще одна из традиций праздника – звать гостей и угощать их медовыми пряниками. Такие будут учить печь в пряничной школе при храме. При нашем храме с 1 сентября начинает работу детская пряничная школа, на которой нас благословил отец Андрей. Он знает, любит деток и очень хочет, чтобы наши детки научились чему-то доброму. Следующий праздник – яблочный спас. Православные будут отмечать его уже в эту субботу. Есть еще третий спас – ореховый. Он празднуется в конце августа.